Мои дорогие, с вами Сибирячка в Швеции канал. И вы помните, что мой канал рассказывает вам о жизни в Швеции, о жизни людей, которых я встречаю в Швеции. Я рассказываю о своей жизни, о своем муже. И я также помогаю женщинам посмотреть на себя с другой стороны. То есть это цель моего канала, в том числе, показать женщинам жизнь, какую бы они могли вести. И насколько у меня это хорошо получается, насколько я вам помогаю увидеть жизнь немного другую, это, конечно, судить вам. И сегодня мы поговорим о том, мне бы хотелось с вами поделиться такими мыслями, которыми я раньше за все время своего активного ведения канала с вами не делилась. Я все время говорю, вот, надо выйти замуж, нельзя быть одной, и так далее, и тому подобное. То есть я сподвигаю вас к счастью. Хочу сказать, что, конечно, жизнь за границей, особенно первый год, два, три, она не из легких, особенно, когда эта культура, ну, очень сильно не похожая на нашу. Но, с другой стороны, это тоже жизнь, только она другая. Несколько лет назад я встретила женщину из другой страны, из восточной. Она приехала сюда замуж. И она мне рассказывала, как ей тяжело здесь. И когда ей тяжело, она смотрит на небо и посылает любовь своим родным через звезды. И она говорит, звезды светят нам даже днем, просто так светло, что мы их не видим. Поэтому ты всегда можешь смотреть на небо, думать о своих родных и посылать им свою любовь. Вот, задайте себе вопрос. А что будет, если вы не выйдете замуж? Допустим, вам сейчас по 30 лет, вы живете в России, или вам уже за 30, или вам слегка за 40, или вот в этом районе, и вы не выйдете замуж. Больше не за русского парня, мужчину, не за иностранца. И представьте себя в этой ситуации через год и через пять лет. Вот, подумайте, представьте. То есть, такая линия жизни. Какая жизнь будет у вас через пять лет, если вы не выйдете замуж? Я смотрю, иногда отрываюсь, смотрю в окно и на звезды тоже. Как обычно, у меня чай с вот такими причиндалами. Ну, что будет? Что произойдет? Какие люди будут вас окружать, если вы примете решение не уезжать за границу? И русского варианта у вас, ну, российского варианта у вас рядом не будет. Вот, на этот вопрос напишите мне комментарий. Мне бы очень хотелось получить ваши комментарии, как вы себя видите. Иногда, знаете, не выйти замуж за россиянина означает не выйти замуж вообще. Знаете, вы знаете, да, что дом женщины там, где ее муж. И у многих у нас, людей в России, есть кавказские корни. Потому что, когда были такие отношения с Кавказом 150-200 лет назад, то часто в стороны российская, кавказская брали себе женщин, жены. И я рассказывала, да, что бабушка моей бабушки, она с Кавказа. Она тоже не хотела замуж выходить так далеко в Россию, менять свою полностью культуру. Но, тем не менее, ее домом стала Россия. И она родила детей. И покрестили их, конечно, в церковь. Иногда бывает, мы принимаем свою судьбу. Но почему я это рассказываю? Что сейчас уже не 150 лет тому назад. И сейчас вас мало кто будет принуждать выходить замуж. Сейчас вы можете себе выбрать страну и человека, который вам подходит. Сейчас вас никто на коня не посадит. И никуда не повезет против вашей воли. И время изменилось, и взгляды изменились. То есть все изменилось. И после своего замужества, это вот наша женщина с Кавказа, она, конечно же, домой не ездила. То есть по приезде в Россию она не ездила домой. Она очень скучала, она плакала. И вот, наверное, с тех пор пошли наши женские неприятности у меня по женской линии. Наверное, вот с этих пор, что брак у них вот был такой. Ну, в те годы многие браки были такие, к сожалению. И мы сейчас это вот расхлебываем на себе. То, что знаете, то, что люди замужем или женаты, это не означает их успеха в браке. Мы все женимся или выходим замуж для того, чтобы быть счастливыми. Но потом мы позволяем такие фамильярности в адрес друг друга. Особенно мужчины позволяют сказать, ты там постарела, ты посидела, ты там набрала лишние килограммы, там что-то у тебя морщина вот тут вот появилась. То есть вот эти вот подколки, да, или она ему говорит, у тебя пивной животик. Вот это вот все подколки, да, они ведут к распаду брака. Но сейчас речь не об этом. Сейчас речь о том, что все-таки будет, если вы останетесь одна. Какой образ жизни вы будете вести? Сейчас такой мир, и он не только в какой-то определенной стране. Я переписываюсь с людьми из многих стран, я смотрю передачи из многих стран, и все говорят, что люди стали сами за себя. Люди не встречаются, не дружат. С кем из русских я здесь дружу? Ни с кем. Но встречала я здесь много русских. То есть я здесь никому не подошла. Да, вы знаете, что у меня здесь друзья шведы, моя шведская семья, и моя подруга, она из Македонии. То есть это люди не моей национальности. И где гарантия, что вы, оставшись на родине, будете интересны людям своей национальности? Что вы будете с ними ходить, гулять, пить кофе, что они вас будут приглашать к себе на чай. И вы их будете приглашать к себе на чай. В этом мире, где каждый сам за себя теперь, где гарантия, что вы, если вы доживёте до старости, будете кому-то интересны, и у вас будет компания. Понимаете? Ответьте себе на этот вопрос. Будет ли у вас в старости компания? Сколько я видела женщин, взрослых уже на данный момент, старше меня, которые додружили до 50 лет, до 60, до 65. У них были близкие подруги с детства. И после эти близкие подруги от них отвернулись. И всё, и больше нет у них подруг. Ну, что там произошло? У всех всё по-разному произошло. Но факт тот, что женщины остались без подруг, без поддержки. Как они думали, что у них есть друзья? Ай, куда же я поеду? У меня же здесь вот близкая подруга живёт через дорогу. Я же с ней с первого класса. Я просто призываю вас над этим подумать. Как будет у вас. Я слушала Ошо на днях. Вы знаете, был такой учитель. Ошо – один из лучших умов этого мира. На мой взгляд, и не только на мой взгляд, у него очень интересные произведения. То есть я не могу сказать, что на мой взгляд, я не эксперт в этом вопросе, но есть статьи, которые доказывают, что он один из величайших мыслителей. И вот он пишет, говорит, что почему человек уезжает со своей родины? Потому что у человека случилась беда. Иначе зачем человеку поедет со своей родины, с насиженного места, где у него друзья, знакомые, коллеги, соседи? Зачем? Только в одном случае – в случае беды. И вы знаете, я в 30, в 32, в 33 я не понимала, что быть не замужем – это беда. До меня не доходило. И сейчас я понимаю, что женщины, которые поняли в молодом возрасте, что это беда быть не замужем, быть никому не нужной, они, конечно, устроились намного лучше меня. И у них всё сложилось намного лучше, чем у меня. Но подумайте вот об этих словах, да, сказанных не мною, что это беда, когда человек должен уехать. То есть, да, это беда, что вы никому не нужны, по сути, по большому счёту, когда вы не замужем. Суббота, воскресенье. И вы одна, и подруги ваши блукают где-нибудь там по городу в поисках счастья. Или знаете, вот у меня какие подруги были в России? Одинокие, незамужние, да? Одна у меня была Марья, очень хорошая. Очень хорошая она была, но Марью один мужик бросил, другой мужик бросил. Причём, да, я вот часто говорю, что мужчинам нужны деньги. У Марьи денег было много. Плюс она была красивая, воспитанная, мы вместе учились. Очень такая достойная, интеллигентная. И я не знаю, как эту женщину вообще можно было бросить. И первый, и второй раз. Первый раз такая любовь была, любовь, парковь. И после развода я пришла к ней, и должен был прийти муж. Ребёнка уже было два года. И пришёл её муж. И стал мне рассказывать, Оля, ты знаешь, какая она, такая-сякая. Я говорю, замолчи, пожалуйста, она моя подруга, я у неё в гостях, пожалуйста, ради Христа, замолчи. Ну, замолчал, ушёл, через какое-то время поел, попил с ребёнком, пообщался, ушёл. И через какое-то время он уехал в другой город. И я Марье говорю, ну, ребёнку-то звонили. Она говорит, ты знаешь, запретила, чтобы они звонили, потому что они звонят, говорят, мы приедем, мы тебя к себе позовём, заберём, погостишь у нас. А в итоге нет. В итоге никаких гостей, никаких этих вот приездов. И я им запретила, чтобы они мальчику звонили и трепали ему душу. Вот так. Это всё к тому, чтобы вы задумались о своей жизни. То есть не всегда тоже женщина с деньгами хорошо устроена, у которой они изначально есть. У Машиных родителей был бизнес, и она ни в чём вообще, вообще ни в чём не нуждалась, и сама была очень хорошая девочка. Вот. Понимаете? Каждый сам за себя. И вот я про что, да, как мои подруги проводили выходные. Маша была со своим сыном занята. Выходные часто. То у них бассейн, то у них кружок, то ещё что-нибудь, да. То есть я не могла с ней проводить часто выходные дни. Остальные, то у неё один мужчина, она поедет к нему в надежде на ночь остаётся, то другая с каким-нибудь домом, отдыха они поедут. И всё это мимо кассы, мимо кассы, мимо кассы. Но вы-то сидите одна. Да, вы тоже можете пойти с каким-нибудь мужчиной в соседнее кафе, с одним, с другим, с третьим. И всё это тоже будет мимо кассы. очень часто. Потому что мужчины многие, не женившись до 25 лет, их потом уже сложно окольцевать. Они потом уже, ну, не хотят окольцеваться. Многие, по крайней мере, я осужу из своего опыта. Может быть, у вас другой опыт, злобные комментарии, прошу не писать. Я получила злобные комментарии на тему, как мой муж мне был папой. Да, но я рассказывала свой опыт. И да, возможно, у кого-то он другой или совсем другой, отличный. И если будут опять злобные комментарии от вас, то я, конечно, их удалю. Мы здесь делимся о своей ситуации, рассказываем, помогаем вам увидеть другие какие-то аспекты жизни, может, о которых вы не знали, о которых вы не задумывали, а не для того, чтобы получать от вас злобу и агрессию. То есть, за свою помощь мы должны получать лайки, хорошие слова, но не злобу и агрессию. Потому что люди, которые неблагодарны Ютубу и неблагодарны нам, они не должны быть у нас на каналах. Вот, мои дорогие, было бы здорово, если бы вы задумались над своей ситуацией, на том, где вы сейчас вместе, о том месте, на котором вы будете через 5, через 10 лет, и так же, когда вы пойдете на пенсию. Как изменится жизнь, когда вы пойдете на пенсию. Изменится ли она? В одном из видео я рассказываю, как мои хорошие соседи дружили всю жизнь. И в 65 лет они раздружили от слова Совсем, Совсем. А одна из них не хотела переезжать в другой город, когда ее звали, замуж. Она, ну, вот с ними неизвестно, как сложится, а здесь у меня Аллочка, подружка есть, подружка Аллочка. Аллочка потом в 65 лет так зажгла, как вряд ли вам ваш муж зажжет в таком-то возрасте. Подумайте об этом. Подумайте, напишите, да, вот напишите «Я через год, я через 5 лет». Все подумайте. Ваше здоровье, где вы будете проживать, где вы будете работать, какой у вас будет доход. И сделайте из этого выводы, да, вот если я одна через год, через два, через три, через пять, да, то как? Просто составьте себе линии в жизни. Я надеюсь, что это видео было вам полезным, доходчивым и понятным. Кстати, да, отмечаю на ваших комментариях. Мне приходят комментарии уже неоднократно. Не знакомлю ли я, не помогаю ли я выходить замуж? Нет, я не знакомлю замуж, я выходить не помогаю. Естественно, это такая, знаете, тонкая вещь. Я некоторым людям в свое время помогла и даже спасибо я за это не получила и после этого я никому не помогаю в таких, тем более, в таких вещах, как замужество. Вот. И еще, если вдруг кому-то хочется там со мной поболтать, некоторые люди там хотят поболтать, то, пожалуйста, через функцию YouTube спонсорства. Да, у YouTube есть такая функция спонсорства, они специально для нас, для авторов ее разработали. И если вдруг кому-то хочется более чего-то там, то, пожалуйста, все через YouTube. Мои дорогие, я желаю вам отличного вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok